Конкретные сроки Михаил Игнатьев поставил и перед подрядчиками, которые строят в Шумерли стадион. Возводить объект начали еще в июне прошлого года. Сейчас работы подходят к завершающей стадии. Подрядчики уже обустроили футбольное поле. Здесь положили искусственный газон. Неподалеку установили тренажеры для занятий физической культуры. Простаивать стадион не будет и зимой. Для шумерлинских спортсменов возвели хоккейную коробку. Спортивный объект необходимо сдать уже в августе, отметил Михаил Игнатьев. Посетил глава республики и городскую поликлинику. В рамках программы модернизации здравоохранения здесь закупили более ста современных аппаратов. Особое внимание уделяется детской помощи. Недавно в этом отделении обновили УЗИ установки. Кардиологические исследования, всесосудистые можно на нем проводить, УЗДГ. У нас раньше в Шумере не было, в педиатрии по крайней мере. Не хватает поликлиники молодых кадров. Более 20% медиков в этом городе старше пенсионного возраста. Эти проблемы обсуждали на совещании в Шумерлинской администрации. Михаил Игнатьев отметил, что город сейчас находится в числе отстающих муниципалитетов. Экзаменационная пора позади. Выпускники и родители перевели дух. Итоги ЕГЭ в Чувашии подводили сегодня в Министерстве образования Республики. Списывали, списывают и, вероятно, будут пытаться списывать. То, что единый государственный экзамен не обошелся без нарушений и в нашей республике уже неоднократно обсуждалось. Что ж, наверняка попытки обойти систему школьники в ближайшем будущем не оставят. Однако шансов использовать что-то кроме своих мозгов у выпускников с каждым годом становится все меньше. Уже в 2013-м в каждом кабинете установили по две камеры видеонаблюдения. Впрочем, то ли еще будет. Планируется, что в следующем году будет рассматриваться вопрос о установлении глушителя сотовой связи по проведению единого государственного экзамена с тем, чтобы вопрос об использовании сотовых телефонов уже полностью снять. Кстати, глушилки – это далеко не все, чем планируется порадовать выпускников. В будущем будет увеличено и количество обязательных для сдачи предметов. Новые федеральные государственные образовательные стандарты, которые в настоящее время не только начинают внедряться, они внедрены в первых и вторых классах, они предусматривают сдачу единого государственного экзамена обязательный предмет иностранный язык. Естественно, что эти выпускники, которые сейчас учатся в втором классе, они будут сдавать ЕГЭ в 2021 году. Так или иначе, по сравнению с прошлым годом, нарушать стали меньше. Всего четыре случая против прошлогодних десяти. А вот количество стубальников возросло, причем более чем в два раза. Однако специалисты отмечают – все вполне закономерно. На наш взгляд, пока без глубокого анализа, скажем так, две причины на резкое увеличение стубальников в нашем регионе, в нашей республике. Одна причина, первая причина – это все-таки из года в год совершенствуются технологии подготовки к ЕГЭ. Наши ребята вместе со своими педагогами и репетиторами уже умеют правильно готовиться к ЕГЭ и качественно. И вторая причина – это, конечно, появление в сети интернета за сутки, за несколько часов, за два дня даже, по-моему, есть предметы, появление базовых матричных заданий. Все же изучение данных показало, что бальники – в основном ученики гимназии и лицеев, которые в школе учились на отлично. Что ж, и ученики – хорошие преподаватели, сильные школы – профильные. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Более тысячи выпускникам пришлось понервничать дважды. Их высокобальные работы перепроверяли. Перепроверено, извините за тавтологию, 1087 высокобальных работ. Это получается по истории, английским языком, физике, химии, математике. Из них, получается, 28 работ изменены в результатах. В основном это на один балл. Значит, из них 26 работ баллы снижены, 2 работы баллы увеличены. На данный момент все проверки и перепроверки работ основного и досрочного этапов ЕГЭ закончились. Но спать спокойно выпускникам в ближайшее время, судя по всему, не придется. Впереди поступление в ВУЗы. Но представители учебных заведений напоминают, ждать выдачи сертификатов с результатами единого госэкзамена не стоит. Чтобы подать заявление в ВУЗ, достаточно аттестата и паспорта. Ольга Пырличкина, Андрей Спиридонов, Республика.